Здарова, ребятки! Всех вас с новогодними каникулами! Но вот скоро они закончатся, и вы пойдёте с июля на учёбу! Сегодня прилетел к вам знаменитый чемпион своего времени, который был уверен и нечестен к себе. А также самый главный враг дастей полей-поля – Рипслингер! Досье. Имя. Рипслингер. Прототип. Гоночный мустанг. П-51Д. Род занятий. Гонщик-антагонист. Спонсор. RPX. Номер 13. Цвет кузова. Зелёно-чёрный. Цвет глаз. Голубой. Биография Рипслингера. Рипслингер – это главный антагонист в мультфильме «Самолёты». Его гоночный номер 13, что означает его несчастливое число. Однако он является трёхкратным чемпионом кругосветного авиаранли. И он выступает за команду RPX. Ещё он имеет при себе двух несмышлённых дружков – Нед и Зет, которые всегда летали после него вторыми и во всём ему подчинялись. Также Рипслингер – надежда небесного спорта. И он прекрасно об этом знает. У него за плечами огромное количество побед и миллионы поклонников. Но несмотря на прекрасное финансированное и самое современное оборудование, чемпион предпочитает нечестные методы игры. Особенно, когда дело доходит до провинциального самолёта, который претендует на его титул. Дасти не принадлежит миру Рипслингера. И одно только его присутствие – заставлять закипать в топливе у чемпиона. Первые Рипслингера в мультфильме можно было увидеть на Нью-Йоркском аэродроме, когда Дасти приехал в его сторону. Какова же была его злоба и ненависть к тому, как даже по большому чёту, Дасти всё-таки был принят кругосветные гонки. Тем более, что Дасти боится высоты. Рипслингер считал его непригодным для гонок. Пытаясь при камере и прессе, он делал вид, что зачувствовал за Дасти, когда его не было слишком долго на финише. Однако на самом деле старался дисклайфицировать изгонок. Однако же, на зло Рипслингеру, Дасти стал настолько более популярным и дружелюбным, что даже завоевал любовь и доверие не только публике, но и других гонщиков, особенно Ишане. При перелёте в Непалу, Рипслингер решил сообщить Ишане, чтобы та обманула его, сказав, что изменился маршрут и отдал ей свой винт, из-за чего потом с Дасти вышла небольшая размолвка. При перелёте из Тихого океана в Мексику, Рипслингер приказал Неду и Зеду сломать ему антенну, что, собственно, они и сделали, после чего Дасти очень крупно пострадал при падении. Узнав о том, что Дасти серьёзно разбился, его соперники стали против Рипслингера, после чего он стал возненавидеть Дасти уже в открытую. Однако во время того, как модернизировали Дасти, Чу, смотря гонку по телевизору, нашёл слабую сторону Рипслингера. Перед финишем он всегда позировал на камеру. Во время полёта в гиблой пустыне, шкипер помог Дасти избавиться от его дружков-злодеев, после чего Дасти с открытого неба нарос скорость с Рипслингером и в последнюю секунду успел пересечь финишную черту прямо перед самим носом своего соперника. Удивившись этому, Рипслингер пролетел над кабинами туалетов, после чего был отправлен на мойку. В видеоигре самолёта Рипслингер уже вёл открытую злобу не только на Дасти, но и на его соперников, чьи пакости которого потом привели к исключению от участия в соревнованиях. Во втором же мультфильме он упоминается Кэдом Спиннером, директором национального парка пика-поршня, который ошибочно принимает его за Дасти Полейполя. Звезда мирового спорта Рипслингер! Нет. Полейполя. Полейполя! Дасти. Очень приятно. Кэт Спиннер. А теперь самое интересное. Рипслингер имеет схожий характер с другими злодеями Диснея, которые запугивают главный герой в проигрыше, а именно как Чико Хиггс, Джексон Шторм и Тафита Мармеладис из мультфильма Ральф. С ним в команде находится его помощник Кенни Дуссон, а также он имеет своего личного диджея. Прототипом Рипслингера является гоночный мустан P-51D, который имеет лопасти, вращающиеся в разные стороны. А вот и мой первый концепт-арт до того, как он нам стал более привычный в мультфильме. В оригинальной версии мультфильма Рипслингера озвучивает Роджер Крейг Смит, а в русском дубляже Александр Ноткин. А теперь задание. В какой стране вселенной самолетов тракторы считаются священными существами, и где их было видно больше всего? Ответом на этот вопрос и является хозяйкой этой страны, которую показали в мультфильме. Ну что ж, вот и подошёл к концу очередной выпуск интересных фактов о вселенной самолётов. Надеюсь, вам было интересно послушать мой рассказ о том, каким же был главный негодяй провального в прокате мультфильма. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. До скорой, ребятки! И всем покеда! Субтитры сделал DimaTorzok